Приветствую вас! На этом уроке познакомимся с определением фигуры подтверждения тренда и разворота. Также детально познакомимся с фигурой голоплечи и увидим интересные сигналы вместе с комплексным применением. Итак, как мы уже рассматривали раньше, метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции, ее разворотом или усилением. Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдер помнит о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большей долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз, и трейдер об этом помнит, то скорее всего в следующий раз на этом уровне он будет продавать. Как и многое хорошее, тенденция рано или поздно заканчивается. Способность распознать, будет ли тенденция продолжаться или происходить разворот – гарантия преуспевания. А теперь рассмотрим наиболее важные модели подтверждения тренда и его разворота. Наиболее важными моделями разворота тенденции, то есть тренда, являются голова плечи, двойная вершина, тройная вершина, блюдца и V-образные модели. Наиболее часто встречаемым моделем продолжения тенденции являются флаг, вымпел, клин, треугольник. А теперь детально рассмотрим фигуру голова плечи. Одна из самых надежных и известных ценовых моделей. Эта модель образуется в конце восходящей тенденции и состоит из трех последовательных подъемов, из которых первый и третий примерно одинаковы, а второй – голова – больше них. Все три подъема опираются на одну линию поддержки, которую принято называть линией шеи. Часто можно встретить следующую схему движения. В конце восходящей тенденции курс валюты пробивает линию тренда. Затем следует типичная реакция. Курс поднимается обратно, пытаясь преодолеть прорванную линию тренда, служившую поддержкой, но она превратилась в прочную линию сопротивления и остановила подъем. Дальнейшее падение курса часто подтверждает разворот тенденции, а амплитуда этого падения будет приблизительно равна расстоянию от максимума головы до линии шеи, отложенной от точки прорыва. Твердых правил, позволяющих определить, сколько времени понадобится для достижения ценового ориентира, не существует. Большинство реальных моделей голова-плечи внешне отличается от представленной на схематическом рисунке. Колебания цены довольно сильны, а потому исключают всякую возможность получить гладкие графики. Кроме того, линия шеи редко бывает идеально горизонтальной. Аналогичным образом развивается модель перевернутая голова-плечи. А теперь рассмотрим комплексное применение фигуры голова-плечи вместе с осциллятором и трендовым индикатором. Итак, комплексное применение вместе с RSI. Практика наблюдений показывает, что иногда вершина головы бывает сильно перекупленной, и об этом сигнализирует индекс RSI. Также бывают случаи, когда наблюдается сигнал дивергенции. На нашем примере видно, что индекс RSI не согласен с дальнейшим ростом валютной пары. Во время формирования вершин графика цены, где следующая вершина оказалась выше предыдущей, индекс RSI демонстрировал противоположную ситуацию, еще говорят зеркальную. Таким образом сформировался сигнал к тому, что евро-доллар выйдет из торгового диапазона в сторону уверенных продаж. Также видим и пробой линии шеи, который дал дополнительный сигнал продавать. Комплексное применение вместе со скользящими среднями. На следующем примере видим ситуацию, когда произошел двойной сигнал на смену тренда и подтвержденный сигнал на продажу. Дополнительным сигналом продавать от линии шеи было пересечение скользящих средних выше сигнальной линии. Таким образом появился сигнал на формирование нисходящего тренда с дальнейшим приоритетом в сторону продаж. А после того, как торговый актив сформировал нисходящий тренд, скользящие средние служили своего рода уровнем сопротивления против разворота. Также на ложных пробоях давали сигналы на продажу.